Приветствую вас на сессии. Давайте разберем ваш вопрос. Я думаю, что по факту, по факту, что происходит здесь деликатно. Дело в том, что вы в какой-то степени одиноко, ну, так сложилось. Человек, который вам пишет одиноко, так сложилось. И когда люди однутся, то, естественно, порой, ну, можно сказать так, что личные границы, вот, которые, ну, в другом случае, да, могли бы быть как-то, ну, защищены, да, личные границы, которые в любом другом случае могли бы как-то вот проявить себя несколько более активно, вот, при таком подходе, конечно же, немножечко теряется. Вот это, к сожалению, скорее нормально, нежели чем нет. Мне кажется, что не так важно, ну, грубо говоря, делать ли что-то плохое человек, с которым вы общаетесь, или не делает он чего-то плохого. Мне кажется, это не так важно. Гораздо важнее, на мой взгляд, то, чего вы сами хотите. То есть, если вы чувствуете, ну, вот так сложилось, да, если вы чувствуете, что не хватает вам мужского внимания, например, ну, просто в силу того, что вы живой человек, в силу того, что вы женщина, и обладаете, в принципе, естественными для всех людей потребностями, если вы чувствуете, что в определенный момент у вас это желание проснулось или стало больше, то это, на мой взгляд, повод себе в первую очередь признаться. То есть, это повод именно признаться в первую очередь в себе. Ни в коем случае не с целью, там, какого-то обвинения, да, вот, ни в коем случае не с целью, там, ну, как-то вот вас, там, не знаю, опозорить, унивить и так далее, нет. А именно, именно, просто признаться в себе в том, что вот такие желания у меня важны, такие потребности у меня появились. И обязательно, как бы, будучи честной, честной с собой, будучи честной с собой, обязательно это как-то проявлять. Например, например, ну, в контексте своего мужа, то есть своему мужу это выражать, потому что, ну, мне кажется, что человек, как минимум, заслуживает знать то, что с вами происходит, если это ваш муж, если, ну, как бы, между вами есть, там, допустим, не знаю, элементы доверия, доверия, да, и так далее. Вот, понятно, что это испытание, понятно, что это проверка, понятно, что он, я имею в виду, ваш муж может отреагировать на это не очень хорошо, но ситуация, тем не менее, такова, что порой, по-другому никак. Ситуация такова, что если сейчас это игнорировать, если продолжать это игнорировать, то последствия могут быть довольно-таки тяжелыми, довольно-таки неприятными могут быть последствия. Вот, понимаете, если, например, конкретно с этим человеком у вас никогда ничего не будет, допустим, что это не означает, что чего-то, чего-то не произойдет в реальной жизни, в реальности. Вот, поэтому, я думаю, что не так важна эта ситуация, которая произошла, она могла быть, ее могло не быть, ситуации, в принципе, могут быть совершенно разными. Я не думаю, что на это стоит обращать серьезное внимание, вот, я думаю, что вам нужно больше смотреть на себя, я думаю, что вам нужно больше обращать внимание именно на себя, именно на то, что с вами происходит. Потому что то, то, что происходит с вами, тот опыт, который, может быть, вы получаете сейчас, этот опыт, он не всегда приятный, он не всегда такой, ну, можно сказать, соответствующий. Соответствующий вашему образу, то есть вы хотите быть, там, к примеру, не знаю, верной женой, да, порядочным человеком, и вы стараетесь это делать, вы пытаетесь это делать, но вот ситуация, как бы, такова, что, ну, вот, не всегда вы можете, как бы, это контролировать. И у человека ожидания насчет вас какие-то могли появиться, в том числе и потому, что где-то вы пропустили, где-то вы пропустили, ну, вот, тот какой-то, вот, важный момент, когда вы пошли, вот, ну, в какой-то степени, возможно, ну, как бы, на, ну, может быть, не на прикор, да, не на прикор, может быть, прямо в себе, но в тот момент, когда вы пошли, вот, куда-то, ну, где вам не очень комфортно, или вы, может быть, не очень понимаете своего поведения, вот. А сейчас, ну, сейчас, сейчас вы, как мне кажется, пытаетесь оправдаться перед нами, перед нами. Вот, я не думаю, что вам нужно оправдываться перед нами, я не думаю, что вам нужно оправдываться перед кем бы то ни было, потому что вы ни в чем не виноваты. Вопрос, ваша ответственность, понимаете, если вам в какой-то момент стало тяжело, если вам стало тяжело переносить разлуку с своим мужем, а это абсолютно новое, то лучше вам с мужем об этом поговорить. С другой стороны, почему я сказал, что ситуация деликатна, потому что есть другая сторона, есть сторона, например, такая, что вы действительно ничего плохого не делали, вы действительно никак, как бы человеку не намекали, но человек пришел в общение с вами, в контакт с вами с определенными ожиданиями, потому что он одинок, так же, как вы, вот, и это, как мне кажется, тоже нельзя сбрасывать со счетом, то есть это тоже нельзя не учитывать, что если вы знаете, что мужчина одинок, если вы знаете, что человеку не хватает чего-то, то какова вероятность, что он на самом деле, на самом деле сможет общаться с вам так, как вы ожидаете. Вот, да, но все равно, что было, ну, например, это все равно, что было, от голодного человека, который очень долго голодал, вот, и у этого человека пригласили к соберному на застолье, ждать, что он не захочет съесть. Поэтому здесь, мне кажется, в какой-то степени вы сами себе лукавите, вот, я верю в то, что вы это не делаете специально, я верю, я не хочу вас обвинить, я говорю о том, что ситуация, которая возникнет, связана именно тем, именно тем, что вы пропустили, пропустили где-то свои потребности. Ситуация связана тем, что вы где-то, ну, как бы вот немножечко отклонились от того, что вам, ну, от себя, короче говоря, отклонились. Вот, это ни в коем случае не плохо, это ни в коем случае не, как бы, ну, критично, скажем так, но это звоночек. И в первую очередь это звоночек, как мне кажется, для вас. Это звоночек, для вас это звоночек о том, что где-то вы себя упускаете, где-то вы, ага, игнорируете какие-то важные вещи, которые с вами могут происходить. Вот. Подчеркну, особо подчеркну, не потому, что вы плохая, а потому, что вызывает человека, то, что происходит, это нормально. Вот. Поэтому я бы сказал, что вам нужно, нужно, ну, как бы более, 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 более искренне пообщаться, более искренне, по взаимодействовать, может быть, со своим мужем. Вот. Более честно, более, более корректно. Вот. И, может быть, может быть, пришло время озвучить какие-то вещи ему, вот, которые вы пытались не замешать. Например, то, что вам откровенно не хватает, там, допустим, ну, в школу онлайн, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Это бы всяко лучше, чем сделать, что ничего не происходит, да? Ну, при этом, как бы, страдать. Страдать. Вот. А, да, вам, конечно, в какой-то степени, может быть, придется признаться себе в том, что вы несколько не такая, какой вы пытаетесь быть, вам придется признаться в том, что вы настоящая, настоящая, и вы реально не совсем одно и то же, и это не совпадает, вам придется в этом признаться возможно. Но это всяко лучше, чем если вы будете продолжаться в том же духе, да, и ничего из этого хорошего для вас получаться не будет. Вот. Я думаю, что вот плюс-минус такой ответ можно вам дать. Вот. По крайней мере, ну, я, по крайней мере, вот, со своей позиции мог бы вам ответить, ну, наверное, вот так вот. Ну, на этом все. Я думаю, на этом все. Можно на этом, в принципе, мой ответ закончить. Вот. В принципе, добавить мне, пожалуй, пока что больше ничего. Вот. Ну, по крайней мере, пока на данный момент добавить мне нечего больше. Я надеюсь, что вам это поможет. Вот. Хотелось бы, чтобы вы, конечно же, постарались, например, поисследовать отношения с вашим мужем, то есть, вот, как они у вас складываются. Сейчас Филим с вами хорошо. Вот. Филим с вами у вас в порядке. Вот. Как проходит разлука. Вот. Как проходит, вот, ну, расставание, с которым сейчас вот у вас, ну, как бы, имеет место быть, да. Вот. Как вы с этим справляетесь, как он с этим справляется. Вот. Насколько, насколько вам, там, трудно это, например, и так далее. То есть, это вот, мне кажется, очень важный момент. Вот. Вот. По крайней мере, с точки зрения психологии, по крайней мере, с точки зрения психотерапии, вот. По крайней мере, с точки зрения, ну, вот, моих, допустим, цены, с точки зрения моего опыта. Вот. Я думаю, так, можно ответить вам на вопрос. Вот. Я желаю вам всего самого доброго. Желаю вам удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Спасибо. ery